Эксклюзивное интервью с сыном Мухаммеджана Тнышпаева. Где он был все эти годы и почему взял фамилию матери? Он этим самым хотел меня спасти от репрессий, от притеснений, окружающих меня, даже в школе. Даже если бы они знали, кто я Тнышпаев, то, конечно, я бы подвергся. Интервью с внучкой Мухаммеджана Тнышпаева Адель. Она впервые приехала в Казахстан из Америки. И я почувствовала, что я дочь этого народа, несмотря на то, что я приехала первый раз. Это, наверное, самое сильное впечатление от моего приезда. Что мне ничто не было чуждо, что я чувствовала себя, как будто бы я должна была быть здесь. Всем привет, друзья! Меня зовут Майя Бигбаева. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Оставляйте комментарии, ставьте лайк. Будем запускать «Маятник истории» вместе. Друзья, я продолжаю рассказывать вам о судьбах потомков репрессированной казахской интеллигенции. И сегодня предлагаю вашему вниманию интервью с прямыми потомками Мухаммеджана Тнышпаева, первого премьер-министра туркестанской автономии, члена партии «Алаш». Его сын, Давлет Шейхали, это человек, всю жизнь проживший вдали от родины, вынужденный скрывать имя своего отца и носящий фамилию матери. Он родился, когда его отец находился в тюрьме по обвинению в контрреволюционной деятельности. И чтобы как бы защитить сына от возможных репрессий, он попросил супругу записать ребенка на себя. И впервые Давлет Мухаммеджанович попал в Казахстан только в 1991 году. О нем долго ничего не было слышно в Казахстане, потому что практически всю свою жизнь он прожил в Башкирии. И, как я уже сказала, о рождении Давлета отец узнал уже, будучи в заключении. Когда узнал, что родился сын, он из тюрьмы записку прислал матери, чтобы она дала мне свою фамилию. Он этим самым хотел меня спасти от репрессий, от притеснений. Надо сказать, что органы-то знали в Уфе. Но ведь одно дело органы, а другое дело население, окружающее меня. Даже в школе, даже если бы они знали, что я Танышпаев, то, конечно, я бы подвергся. Очевидно, что у Мухаммеджана Танышпаева были все основания опасаться за своего младшего сына Давлета, потому что он знал, что в 1933 году его старший сын, первый профессиональный кинооператор Казахстана, один из основоположников киностудии «Казахфильм» и гостелерадио Искандер Танышпаев был также арестован и подвергся репрессиям. Об этом нам рассказала дочь Искандера Мухаммеджановича Елена Искандеровна Танышпаева, также прямой потомок Мухаммеджана Танышпаева. Отец уже закончил в ГИК, был кинооператором, он прекрасно работал с фотоаппаратом, то есть что такое фотограф. Папа хорошо и хорошие деньги зарабатывал, поэтому он скопил здесь денег и поехал в Воронеж к своему отцу. Наладил быт, купил домик, корову. А когда он приехал уже в Алма-Ату, его вызвали в НКВД и сказали, что он ездил как связной, как связной лошарды. Понимаете? Его вызвали в НКВД и при допросе стали говорить, что отец его предатель, что он предатель казахского народа, что он чуть ли не японский шпион. То есть те вещи, которые нормальный сын и человек не воспринимает. Во время допроса следователь стал говорить, что от такого отца, как у тебя, нужно отказаться, потому что и жить ты будешь хорошо, и работать ты будешь хорошо. Ему все равно, как бы, вот понимаете, дороги нет, он лошарденец и все. Из воспоминаний Искандера Мухаммеджановича Тенышпаева. Доброжелатели учили меня не ездить в Воронеж и вообще на некоторое время позабыть, что у меня есть отец. Мне давали работу, хорошо платили за фильмы, постоянно подчеркивали, дескать, сын за отца не отвечает. А я говорил, отвечаю. Могу отвечать. Хочу отвечать за отца. Отец очень был резкий, он такой был. Я считаю, что правильный человек. Он взял со стола какую-то тяжелую пепельницу и, в общем-то, ударил этого следователя. Смотрите, следователя НКВД ударить. Тут люди боялись анекдот рассказать, произносить имя, которое не надо было. Люди боялись тени собственной, а тут в застенках НКВД еще следователю дать. Его взяли сразу под стражу. А этот упал, следователь, и потерял сознание. Отцу тут же дали расстрел. Там же. И больше он оттуда не вышел. Потом его заменили 10 лет каторжных работ. И вот он начал путешествовать по этим лагерям, по системе ГУЛАГов. Вот так он оказался в тюрьме. Значит, это был 1933 год. И отец просидел, был вот в этих жутких лагерях по 1943 год. Вот такая участь выпала старшему сыну Танышпаева Искандеру. Я хочу сказать, что самому Мухаммеджану Танышпаеву после освобождения из лагеря было запрещено возвращаться в Алмату. Поэтому он отправляется в Ташкент. Вы знаете, последние годы жизни выдающегося ученого, инженера, политика, государственного деятеля прошли в постоянной нужде и поиске работы. Старые знакомые и земляки боялись общаться с ним. Еще при жизни человека, который посвятил служению своему народу и земле всю свою жизнь, просто предали запвению и поруганию его достоинства, его заслуг перед Отечеством. Однако сам Мухаммеджан Танышпаев никогда и нигде не проявлял и не показывал своих чувств, какими бы они горькими ни были. Такой спокойный, выдержанный человек. Искал долго работу. Все боялись его принять на работу, хотя знали, что он инженер. Но его принял директор. Но этого директора сняли с должности. Исключили из партии за то, что он принял Мухаммеджан Танышпаева. 21 ноября 1937 года Мухаммеджан Танышпаев был вновь арестован как член партии АЛАШ. Его обвинили в контрреволюционной деятельности, попытке свергнуть советскую власть, шпионаже. Это был уже третий и последний по счету арест Мухаммеджана Танышпаева, после которого он уже не выйдет из-за стенков НКВД. А завершить сегодняшний выпуск я хотела бы рассказом внучки Мухаммеджана Танышпаева Адель. Она впервые оказалась на родине своего деда. Я внучка Мухаммеджана Танышпаева. Я приехала первый раз в Казахстан из Чикаго. Я живу в Америке уже много лет. И вот сейчас, когда отец сказал, что он едет, я решила все бросить. И я сказала, я поеду. Я поеду, я хочу увидеть своими глазами о том, о чем мы с тобой говорим почти каждый день. И я почувствовала, что я дочь этого народа, несмотря на то, что я приехала первый раз. Это, наверное, самое сильное впечатление от моего приезда. Что мне ничто не было чуждо. Что я чувствовала себя, как будто бы я должна была быть здесь. Тут, как говорится, без комментариев. Спасибо за внимание, друзья. Не забудьте подписаться на мой YouTube-канал. Тем самым вы продвигаете исторический контент, продвигаете историю своей страны. Спасибо вам за это. Всего доброго и до свидания. Продолжение следует...